Прошлое Уходят корни человеческой истории Но бывают события, которые объединяют все столетия, все народы И тогда время, безжалостно на первый взгляд отмеривающее земной человеческий путь Словно перестает существовать К таким событиям принадлежит чудо-покрова Оно произошло очень давно Историки до сих пор спорят, когда именно это случилось Но так ли это важно? Если то, что произошло темной ночью во Влахернском храме Константинополя Вообще не имеет времени Десятый век Константинополь Время правления императора Льва Премудрого Византийская империя под угрозой нападения мусульман Полчища сарацин осаждают Константинополь, собираясь полностью разрушить его Не видя ниоткуда помощи, греки во множестве стекаются во Влахернский храм В котором хранится риза Богоматери и ее головной покров И молятся Во время всеночного бдения Святому Андрею Юродивому и его ученику Епифании Явилось чудо Молящейся Богородица Которая после окончания молитвы Сняла с себя блистающее великое покрывало И распростерла над всем стоящим народом Изумленные чудесным явлением Святой Андрей и Епифаний поведали о нем Из храма в это утро люди уходили с радостью духовной И надеждой на помощь Царице Небесной И эта надежда вскоре оправдалась Враги без всякого кровопролития отступили от города Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Случилось так, что праздник покрова Божией Матери Православные начали отмечать не в городе, где случилось само это чудо, А на Руси, где среди дремучих лесов, ледяных равнин и бескрайних полей Жили непонятные для византийцев люди Именно они, крестившись, приняв православие, стали украшать свою землю великолепными храмами Писать дивные иконы, славить Пресвятую Богородицу и предвечного сына ее И чудесное явление, случившееся некогда в Константинополе, стало для них великим праздником Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но что здесь хочется еще сказать? Это вот такая история, краткая, в общем-то, не такая и сложная Единственное, что, конечно, особенность, что основано это празднование не на каком-то эпизоде, как мы говорим, из земной жизни Матери Божией Основано именно на некоем вот этом видении благодатной В любом случае, когда мы говорим о Пресвятой Богородице, надо, конечно, сказать еще несколько моментов, я считаю, нужным сказать Потому что, во-первых, с ее почитанием тоже связан ряд определенных каких-то суеверий и каких-то неправостей А с другой стороны, любой человек, который в каких-то нуждах обращался к Матери Божией с молитвой или с благодарностью Или с просьбами какими-то, любой человек подтвердит, что вот этот ответ, который тебе приходит потом, он бывает как-то сразу и быстро И такое ощущение, что тебе действительно кто-то отвечает Вот любой человек, кто-то имеет этот опыт, тот подтвердит, кто не имеет, тот, наверное, когда-либо с этим все равно столкнется В чем здесь дело? И вот здесь вот мы как раз, почему мы говорим о Матери Божией, почему мы почитаем ее выше всех ангелов и архангелов, скажем, да Мы, так сказать, традиционно мы считаем так Есть праздник Благовещения, да, конкретный Вот это, может быть, единственный такой вот подробно описанный эпизод из ее земной жизни, который содержится в Евангелии Евангелие вообще очень скупо говорит о Матери Божией Всего несколько эпизодов есть Самый яркий, да, это именно праздник Благовещения, когда Матерь Божия, значит, находится в каком-то выединении Является к ней архангел Гавриил и возвещает ей о том, что она станет Матерью Спасителя Но он не просто и говорит, что Господь так решил и так вот стало Он как бы и спрашивает ее согласие, и она это согласие дает Вот эта вот знаменитая фраза, в которой заканчивается их диалог Все раба Господня, да будет мне по слову Твоему, она говорит То есть мы понимаем, когда мы читаем эти строки, мы понимаем, что В ее лице человечество дает согласие на Боговоплощение То есть это, с одной стороны, это предельно трепетное отношение Бога к нашей свободе, к нашему выбору Даже в этом деле, в деле нашего спасения, он все равно и спрашивает согласие человеческой свободы И с другой стороны, почему мы чтим Матерью Божию выше всех ангелов, всех бесплотных сил? Потому что ни один ангел столько для нас не сделала, сколько сделала она вот этим простым своим ответом И простым своим доверием к Богу, своим вот этим согласием Потому что спасение наше начинается именно вот с этого момента В тропаре праздника, в главном песнопении праздника такая строчка есть Днесь спасение нашего главизна В праздник Благовещения эта строчка поется То есть начало нашего спасения сегодня не с Рождества Христова она начинается А вот с этого ее согласия И вот поэтому мы так ее и почитаем И другой момент есть, тоже очень такой трепетный и тонкий На эту тему очень хорошо рассуждал митрополит Антоний Сурожский Он говорил так Мы знаем прекрасно, что мы это видим прекрасно Что Матерь Божия присутствует при всех тех страданиях, которые Господь за нас терпит Она находится до самого конца у креста, она видит это страдание И мы понимаем, что мы, как бы совершая те или иные грехи Вообще живя иной раз недостойно не то что христианского и человеческого звания иногда Мы так или иначе участвуем в этих мучениях А это ее сын И вот когда мы ее просим, чтобы она нас простила Уж если она нас простит, то Господь, наверное, тоже простит Вот такая очень тонкая, трепетная такая мысль Для каждого своя, для каждого очень личная Но всегда мы должны понимать, что когда мы просим Матерь Божию о чем-либо Мы понимаем, что мы когда-то, так образно выражаясь, мы участвовали в распятии ее сына А теперь мы просим ее в чем-то нам помочь Должно быть вот это трепетное у нас и такое, какое-то благовейное чувство в тот момент, когда мы что-то просим Никакой не должно быть здесь там магии или колдовства или чего-то в этом роде Потому что такие вещи тоже случаются Такая-то икона Богородицы помогает в дороге Такая-то, чтобы там не пить спирт новый или еще что-то То есть не икона помогает, не доска с красками И даже не Матерь Божия сама, лишь Господь по ее молитвам Но чтобы испросить ее молитву, тоже надо иметь такое кроткое нам и смиренное сердце И именно вот осознавать, что это и зачем Предельно, чтобы все было у нас четко и спокойно здесь Вот, и вот этот вот эпизод, который мы вспоминаем в праздник покрова Как раз вот видим, что Матерь Божия простирает свой покров и защиту вот эту какую-то вот она дает То есть всегда, когда мы чувствуем, что какая-то нужда есть Когда какая-то есть беспокойство какое-то И вообще может казаться, что все пропало Мы понимаем, что пока мы живы, пока мы молимся, еще ничего не потеряно Всегда можно надеяться на какое-то избавление Вот праздник покрова, он как раз нам в очередной раз об этом напоминает Праздников Престой Богородицы в великое множество В честь каждой из икон есть особое празднование Их в течение церковного года, они рассыпаны там чуть ли не каждую неделю Так или иначе, бывает праздник в честь какой-либо иконы Престой Богородицы Вот, и каждый раз мы вспоминаем и молимся, и вспоминаем именно вот это Кто она и что она для нас сделала в свое время Вот ни один ангел, как мы говорим, ни один архангел Сколько для нас не сделала, сколько она Никто из святых столько для нас не сделал Сколько сделала она И вот этот вот образ, он, конечно, для нас должен стоять перед глазами И всяческие, опять же говорю, неправости, несуразности в ее почитании Нам должно, так сказать, выбрасывать из головы своей И молиться вот Матери Божией, Матери Божией в чем-либо вот в нуждах С благодарностью может быть Вот, молиться именно вот так вот С кротким, смиренным, простым таким сердцем Тоже ведь характерная деталь, что чаще всего Большинство людей просят Бога или святых Именно вот просят чего-нибудь Иногда просят прощения И уж совсем единицы молятся с благодарностью Вот хотя бы по большому-то счету Главная наша молитва, это слава Богу за все Потому что живой проснулся, замечательно До вечера дожили, вообще отлично То есть вот как-то вот эти умения замечать вот эти мелочи И вот эти благости, которые нам Господь творит на каждую минуту Для этого тоже нужна определенная какая-то мудрость христианская Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok